Ребята, привет! В воскресенье состоялся второй этап Кубка Атамана по Варминту на дистанции от 50 до 100 метров. С чего бы хотел начать? Хотел бы начать с приятной новости. Первые места заняли стрелки с подготовленными мной винтовками. Это в открытом классе Игорь Дроздов с подготовленным мной егерем, который показал великолепный результат 300 очков. И первый результат в спортивном классе занял я со своим карбоновым егерем, что, безусловно, меня тоже порадовало. В этот раз ролик будет без нарезки, потому что матчи проходили достаточно быстро. Ну, а второй матч, который будет показан почти полностью по времени, 12 минут, возможно, вас заинтересует своими погодными условиями. В чем специфика? В том, что в парке Патриот порядка 30 стрелковых галерей длиной 300 метров располагаются бок о бок. Таким образом мы получаем огромнейшее совершенно пространство, разделенное обваловками, на котором может разгуливаться очень сильный ветер. Что получилось в этот раз? Перед грозой были очень сильные порывы ветра, по моим оценкам, не менее 10 метров в секунду, которые фактически подняли песочную бурю. И на нас пошли столбы песка, засыпало, замело, на столах песок, на зубах песок, на винтовках песок, везде, в общем, песок. Что не понравилось. Я много читал различных правил соревнований стрелковых видов, и почти в большинстве из них прописано, что в случае наличия экстремальных погодных условий, к которым, на мой взгляд, такую ситуацию можно отнести, организаторы останавливают проведение матча до окончания таких условий. В данном случае этого сделано не было. К чему это привело? Ну, привело это к тому, что фактически все, кто стреляли в эту смену, не смогли показать хорошего результата. Ну, очевидно, при порывах ветра 10 метров в секунду еще и с песком стрелять невозможно. Единственное, Вася Сочин большой молодец, он сделал все-таки сотку. Да, мне удалось убить 90 метров. Но, конечно, было бы, мне кажется, логичнее, если бы в таких случаях все-таки останавливали проведение матча. Но это на усмотрение организаторов. Я пересмотрел правила, в наших правилах этого не прописано. Так что, в целом, это нормально, соответствует правилам. А все остальное, это мои проблемы. Надо было и ветер 10 метров в секунду считать, поправку стрелять и попадать. Так что, сам виноват. Первый матч мне удалось поразить за всю дистанцию 100 метров, за 12 выстрелов, если я не ошибаюсь. Третий матч удалось поразить за 14 выстрелов. Опять же, если не ошибаюсь, я уже не помню, к сожалению. Ну, что еще отметить? В спортивном классе, когда стрелял в последнем матче, прошел до 100 метров вообще без промахов. В этот раз на площадке был достаточно простой, преимущественно, ветер. Первую половину соревнований он дул в лицо, вторую половину соревнований он дул со спины. При таких условиях стрелять на этой площадке можно. Но, когда боковой ветер появляется, вот здесь абсолютно непредсказуемые ветровые сносы становятся стрелять. Ну, крайне сложно и побеждает тот, кому, в общем-то, больше повезет. По-моему, я как-то уже говорил в одном из своих роликов об этом. Сегодня собираюсь и выезжаю в Кубинку. Будем заселяться в квартиру и уже послезавтра, вру, завтра, уже завтра начнется чемпионат России. Буду там снимать, буду готовить ролики. Не обещаю день в день выкладывать, потому что я не знаю, будет там интернет, не будет там интернета. Но постараюсь максимально все показать и сделать обзор. Очень надеюсь, что вам понравится. Также вчера был совершенно насыщенный день. Съездил в ТИР на 100 метров калибра в Матище. И отстрелял винтовку без модератора. В общем-то, соревнования я тоже буду стрелять без модератора. И я остался очень доволен результатом. Все работает стабильно, все работает хорошо. И забыл вам сказать, что в силу того, что мне пришлось понизить скорость на своей колбовой винтовке, с которой я стреляю открытый класс, в одном из предыдущих роликов я об этом говорил, если вы знаете, и физической нехватке времени на настройку прямотока под эту скорость, чтобы у меня не было ни малейшего замечания к винтовке. Да, они все-таки были. Скажем так, большинство на такие моменты внимания не обратит, но меня они немножко коробили. Поэтому я был вынужден поставить редуктор на эту винтовку. Тем более, что он был уже готов, и проставка редукторная была готова, и настройки мне были известны. Поставил редуктор, отстрелял, и, в общем-то, все великолепно. В соревнованиях я отстрелял с редуктором, и в тире я пострелял с редуктором. Так что на чемпионат России буду ходить с редукторной версией винтовки. Меня это не радует. Я намного больше люблю прямоток. Но как есть, так есть. Большие эксперименты делать перед соревнованиями я не хочу. Это неправильно. Да и в целом, и снижение скорости, и перевод винтовки на редуктор перед соревнованиями, это тоже неправильно. Но это сделано исключительно для того, чтобы не иметь каких-либо проблем на техническом контроле. Как мы с вами знаем, погрешность у различных охронов, различных производителей, вполне может достигать 10 метров в секунду. И оспаривать это с организаторами почти без вариантов. Спасибо за внимание, ребята. Подписывайтесь. Давайте стрелять точно, далеко. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра. И постараюсь сделать много новых интересных видео. Всем пока. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Время 10-12 Время 10-19 Я уже до этого не слышал Да? Он на 60 потратил все пуды и все два раза в ножку Получается 7 пуды вернули Ради прикола, когда пойдешь вкратить 75 Вот я целился Я целился Один миллион А ножка у меня Видишь, у меня там трестики стоят Это целый миллион Одна полоска это миллион? А прилетелый пункт? То есть нож, полот, нож И вам? Баранян То есть на ступке Ну не дождь Качели работают 50 секунд осталось Время Время 10-12 Внимание Тишина Огонь Тишина Что я не понимаю? Угу Это моя Угу Это моя Одна Второй пацан стреляет. Прикресит. Точка, первая, вторая. Сверху не будет. 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 Ткачан стреляет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...